МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он принадлежал вооруженным силам Украины, сбит он был над аэропортом города Луганска. Генеральная прокуратура подтвердила гибель 49 украинских граждан. По данным ведомства, около часа ночи в субботы при заходе на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из зенитного ракетного комплекса был сбит военно-транспортный самолет вооруженных сил Ил-76. На борту самолета кроме 9 членов экипажа находились 40 военнослужащих. Все они погибли. Прокуратура Южного региона по надзору за соблюдением законов в военной сфере по данному факту начала досудебное расследование по части 3 статьи 258 Уголовного кодекса Украины, которое предусматривает террористический акт, приведший к гибели людей и причинение значительного имущественного ущерба. Есть видео с камеры видеонаблюдения в Луганске, где сейчас видно на заднем фоне взрыв как раз произошедший в это время. Таймер и дата указывают на час ночи. Пока что мы собираем информацию и в течение сегодняшнего дня будем показывать свежие видео и включение из Луганска. А сейчас мы пытаемся связаться с Владиславом Селезневым. Это советник оперативного штаба антитеррористической операции. И он по телефону расскажет последние новости. Между тем, группа информационное сопротивление заявляет, что на позиции террористов около Луганского аэропорта, с которым предположительно был поражен Ил-76, сил террористической операции найдены 3 пусковые трубы от переносно-зенитного ракетного комплекса «Игла». Об этом сообщил Дмитрий Тымчук в своем фейсбуке сегодня утром. По данным информационного сопротивления, два ПЗРК «Игла» были использованы, один технически неисправен, ракета осталась в трубе. Также на месте засады террористов найдены пустые банки из-под консервов, выпущенных компанией «Орел Продукт». Есть телефонная связь с Владиславом Селезневым. Добрый день, Владислав, вы слышите нас? Да, добрый день, слышу вас хорошо. Скажите, есть ли у вас последние сведения о том, что произошло сегодня в Луганске? А в Луганске сегодня ночь произошло следующее. Около часа ночи самолет АИУ-76 заходил на посадку на аэродром города Луганска. В результате трех выстрелов из-под зерка был подбит, взорван в воздухе. На земле упало то, что не было разрушено в воздухе. В настоящее время на месте трагедии работает пошуковая ритуальная группа. Проводятся соответствующие мероприятия для того, чтобы эвакуировать станки. Всего на борту находилось 49 членов экипажа и 40 угоняя служащих на подразделение. Кроме того, на борту находились продукты питания и снаряжения. Амлет выполнял полет с целью аэропорта, который ранее находился на территории Луганского аэродрома. То есть это был плановый полет, и экипаж выполнял плановое задание. Скажите, что-либо указывает на русский след в этом деле? Работали профессиональные против самолета. С трех точек из трех ПЗРК были совершены выстрелы. Без шансов, что самолета не было. Вдоль трассы Изюм-Славянск обнаружены следы массовых захоронений боевиков. Вот есть такое сообщение, что вы об этом сообщали. Вы можете подробности дать, где это и что это за захоронение? Да, в результате оборудования блок-постов на наиболее напряженных местах трассы Изюм-Славянск проводились тактические подробности работы. В ходе этих предприятий работ были обнаружены места захоронений. Про фотографии я уже выложу на месте обнаружения этих захоронений работают специалисты. Задача провести с головой, чтобы определить, какое количество останков там захоронено. Ну а по фотографии вы можете судить, насколько плохо относится боевиками к своим поддельникам. Они буквально считаются поддельными и никаким образом не идентифицируют личные тела. Поэтому родственникам, близким этих людей практически невозможно будет в перспективе определить. С людьми это какой-то прах их действий и родных. Последний вопрос. Какая сейчас в целом обстановка в городе Луганске? Слышны ли выстрелы? Что-то происходит? Какие-то боевые столкновения? В рамках антиперсийской операции наши силы и средства задействованы практически во всех регионах, где проводят антиперсийские операции. Детали операции. Такие силы и средства задействованы. Несловно, я об этом говорить не могу. Какие-то имеют детальные информации, что происходит в эти минуты в Луганске. Я знаю, что в Луганске аэропорт находится под контролем силы участников антиперсийской операции. Они выполняют задачи по охране и оборванию этого интересного важного объекта. Спасибо за информацию. Будем еще на связи. Это был Владислав Селезнев, советник антитеррористической операции. Фактически спикер этой антитеррористической операции. Он сообщил о том, что сегодня в Луганске была совершена атака на украинский военный самолет, в результате чего погибли украинские военные и экипажи самолета. Также были обнаружены трупы и следы массовых захоронений боевиков на трассе Изюм-Славянск. Мы продолжаем следить за ситуацией в городе Луганске, а тем временем из города Горловка пришло сообщение о том, что сегодня утром в районе 4.30 утра был совершен авиаудар по захваченному зданию Горловского городского управления милиции, в результате которого возникло возгорание на третьем и четвертом этажах. Горловские боевики заявляют, что среди них есть пострадавшие. Они об этом заявили с сайту Горловка.юа, но сколько пока не сообщается. В отделе здравоохранения Горловского городского совета рассказали, что в результате авиаудара пострадало 7 человек. Шестеро сейчас находятся в реанимации, один погиб. На третьем этаже сгорел оконный блок, а на четвертом в актовом зале частично разрушена стена, окна и мебель. Это видео, которое сняли очевидцы. Там были видны перемещения авиасудин по небу. И у нас пока нет картинки о том, как происходила непосредственно атака, или как это назвать, на здание городского совета. Но известно, что три дня на связь не выходит городской голова города Горловка Евгений Клеб. И по предварительным данным он находился в здании городского совета в качестве заложника. Сейчас с ним связи нет. Также я ему звонил с утра. Мы пытаемся с ним установить контакт, чтобы выяснить подробности, либо он сейчас на свободе, либо какая его дальнейшая судьба. Между тем, журналист с сайта Горловка.юэй, Александр Белинский в своем фейсбуке написал. Все указывает на то, что по Горловскому гору правлению милиции сегодня утром авиаудар нанесли не целенаправленно, а в ответ на стрельбу с крыши здания. Самолеты, скорее всего, летели на Луганск, а по ним зарядили из ПЗРК, который здесь был еще с неделю назад установлен. Они развернулись и пальнули пару раз. Это мнение Александра Белинского, подтверждение какой-либо информации о причинах стрельбы и пожара в здании городского совета Горловки пока у нас официально нет. Пока только мы опираемся на данные нашего коллеги, журналиста из города Горловки, Александра Белинского, сайт Горловка.юэй. Пока Пушилин, Денис Пушилин, один из лидеров Донецкой Народной Республики и один из тысячников финансовой корпорации МММ находится в Москве уже четверо суток после того, как он уехал туда на встречу с Владимиром Жириновским, неизвестно, каким образом пересек границу Украины. До сих пор он там. Между Харциском и Иловайском замечены также вереницы автомобилей, которые направляются в сторону российской границы. Это автомобили, которые ранее принадлежали бизнесмену из Горловки Владимиру Иванкову. Его обокрали сепаратисты-террористы и Porsche, Ferrari, Maybach, Bentley, Rolls-Royce, и Mercedes, Brabus и остальные машины, которые были в гараже у этого человека в Горловке, были украдены неделю назад. И сейчас очевидцы сообщают, что вот эти машины как раз, что они направляются в сторону российской границы. Это также сообщает сайт Горловка.ua. И если вы стали очевидцами передвижения колонны этого женевского автосалона, то присылайте нам свои фотографии и видео. Мы обязательно покажем это в прямом эфире. В Мариуполе, между тем, в 10 утра в районе пост моста обстреляли машину с пограничниками. Погибли двое военнослужащих. Есть раненые, как сообщает местный сайт Мариуполя, 0629. Неизвестные расстреляли из гранатомета фуру, в которой ехали пограничники. Автомобиль направлялся в сторону границы. Стреляли из села Аджахи. На месте сейчас работают медики скорой помощи. Движение автотранспорта перекрыто в районе данного пост моста. Это площадь Кирова и улица Артема. Видео как раз было оттуда. И это город Мариуполь сегодня. Кирова и улица Артема. По предварительным данным Госпогранслужбы Украины, трое пограничников погибли, четверо получили ранения в результате обстрела боевиками колонны в Мариуполе. Как сообщает руководитель пресс-службы погранведомства Олег Слободян, по неподтвержденным данным, трое пограничников погибли, четверо получили ранения. Он отметил, что колонна пограничной техники была обстрелена в Мариуполе в субботу утром. Сейчас вы видели кадры из нового областного центра Донецкой области. Если можно так сказать. Я напомню, что в Мариуполе сейчас работает Донецкая областная государственная администрация. Губернатор, председатель Донецкой области Сергей Тарута сейчас находится там же в Мариуполе. Мы вчера с ним связывались. И он присылал нам фотографии, как он, собственно, приступил к исполнению своих обязанностей в Мариуполе. Также есть сообщение из Мариуполя, что местные предприниматели, а именно местный бизнес, бизнес-элита местная, поддержала антитеррористическую операцию, я имею в виду ММК Ильича и Азовсталь. И они выступили, руководители этих предприятий выступили с заявлениями о том, что рады произошедшему освобождению города Мариуполя. На этом экстренный выпуск. Сейчас заканчиваем, но не прощаюсь я с вами. Мы следим за всеми новостями в режиме онлайн. Вы можете сообщать на нашу страницу в Facebook, Twitter, ВКонтакте свои новости, фотографии из самых горячих точек, видеорепортажи. Достаточно даже просто текстовых сообщений, мы будем их проверять, связываться с теми, кто может подтвердить эту информацию. Оставайтесь с нами на связи и обновляйте нашу страницу на сайте YouTube. Ищите слово «гармадский» и смотрите все новости в архиве, если вы не успели в прямом эфире. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!